Роскосмос до конца сентября определит приоритеты развития космонавтики. В планах подготовить предложения по лунной программе, созданию сверхтяжелой ракеты-носителя и созданию группировки дистанционного зондирования Земли. Также будет подготовлен отчет об экономическом состоянии и эффективности работы ведущих предприятий отрасли с конкретными предложениями. Планы госкорпорации лягут в основу федеральной космической программы на 2016-2025 годы. Далее выпуск продолжат новости в три строки. Россия будет строить военные корабли, превосходящие французские вертолетоносцы «Мистрали». В планах Министерство обороны строительство новейших больших десантных кораблей для военно-морского флота России. Планируется создавать крупные суда размером от 90 до 330 метров в длину и до 120 метров в ширину. На Дальнем Востоке зафиксировано два землетрясения. Толчки магнитудой 5,5 на глубине 50 километров зафиксировали в субботу вечером в Тихом океане возле северных Курил. Второе землетрясение магнитудой 4,9 произошло на глубине 60 километров в том же районе в полночь по местному времени. Более 900 подворий пострадали от паводков в селах Уссурийского городского округа. Региональные власти продолжают подсчитывать ущерб от прошедшего паводка, вызванного тайфуном Гони. Также власти планируют компенсировать людям ущерб. 50 тысяч рублей граждане получат за частичную утрату имущества и 100 тысяч рублей за полную. Игра по иностранному языку станет обязательным. Это произойдет с 2020 года. По словам главы Министерства образования и науки, готовятся программы, которые будут повышать качество преподавания иностранных языков. Напомним, уже с начала этого года школьники будут изучать два иностранных языка. Галина Макущенко, Амурская служба новостей.